приветствую вас друзьям рад снова увидеть на моем канале сегодня я анонсирую долгожданное обучение по дирекциям 24 февраля начинается одноименный курс где мы с вами будем изучать метод символических дирекций начать я хочу с того как в моей собственно астрологической практике началось изучение прогнозирования с какими ситуациями лично я сталкивался вначале я конечно же изучал натальный анализ все что касается чтения гороскопа и потом я углубился в астропсихологии потому что меня заклеснуло это направление как вы видите на моем youtube канале очень много про это это части моей жизни моего мировосприятия конечно же мои практики и консультации и прогностику я лично долго откладывал тогда я думал что прогнозирование самый интересный раздел в астрологии поскольку я был начинающим это порядка только двух лет я занимался и собственно я совершил типичную ошибку начинающего астролога когда думал что вот мне достаточно будет астропсихологии и я этим хочу заниматься это моё сильное такое направление это действительно так и прогностику я откладывал периодически да я читал некоторые книги по дирекциям и по прогрессиям по транзитам куда же без них но у меня не было какого-то целостного понимания прогнозирования потому что мне внутри к нему сильно на то время душа не лежала и так продолжалось до того времени когда я понял что мне необходимо уточнять собственно время рождения делать ректификацию для того чтобы смотреть карты своих близких людей окружения и делать какие-то правильные выводы потому что бывают случаи когда 10 минут может изменить там в опусте положение астендента положение планеты в доме и так далее соответственно здесь я столкнулся с тем что передо мной стоит задача мне необходимо прогнозировать для того чтобы собственно видеть эти события жизни делать ретро прогнозы и таким образом производить ректификацию так вот начался мой путь сначала со скрипом с каким-то нежеланием но я начал изучать методы и на самом деле потом я понял как раз таки свою ошибку также у меня был намерение консультировать это как само собой уже происходило поэтому я понимал что одно дело я смотрю карты близких а другое дело беру каких-то людей в работу и как астролог несу ответственность за точность того что я говорю и поначалу мне приходилось так или иначе обходить эти ситуации то есть не говорить о том о чем я не могу из-за того что у меня нет ректификации кто хочет в эту тему подробно погрузиться я рекомендую эфир как начать консультировать там подробно об этом рассказано тем не менее я продолжил и стал изучать прогнозирование и транзиты и дирекции и прогрессии стали постепенно появляться в моей практике и у меня не было сначала целостного понимания прогнозирую не как такового то но все формировалась по кирпичиком книга за книгой практика за практикой карта за картой случае за случаем я разбирал и таким образом стал видеть ключевые события в жизни стал прогнозировать смотреть естественно свою прогностику прогностику своих клиентов Тогда я уже, естественно, консультировал. Вот так вот происходило в моей жизни. И как только я освоил прогнозирование, стал его применять, во-первых, моя работа стала качественнее, да, я смог устанавливать точное время рождения, смог точно говорить о всех параметрах в карте, не обходя стороной то, что я не могу сказать. Например, в каком там доме будет находиться планета, в одном или во втором. Таким образом, я сформировался еще и как астролог-прогнозист, уже стал применять это в консультациях. И тут я обнаружил, что на самом деле прогнозирование это интересно. И что прогнозирование это не просто интересно, а что прогнозирование это полезно. Тем самым многие запросы, которые раньше мне, допустим, клиенты обращались с прогнозированием, я их не брал, потому что я говорю, я прогнозированием не занимаюсь. Я вот от пастора психологии могу вас проконсультировать. И потом, когда я стал уже консультировать и по прогнозированию в том числе, я понял, что у людей есть большая потребность в прогнозировании, Не в том, чтобы им говорили о тех или иных событиях, подсказывали, как будут развиваться тренды, чтобы они смогли качественнее принимать решения в своей жизни. И тут как раз-таки я прочувствовал всю пользу прогнозирования, в общем-то, уже для астролога, для профессионального астролога, который работает с людьми. Вывод из этой истории я сделал следующий. Не нужно откладывать изучение прогнозирования на потом. То есть, когда вы уже освоили натальный анализ, да, нужно какое-то время попрактиковать, несколько месяцев, и можно дальше приходить к изучению прогнозирования. Как раз-таки по той самой причине, что с знанием прогнозирования вы сможете полноценно овладеть таким замечательным инструментом, как астрология. То есть, вы сможете не только читать натальные карты, но и делать по ней прогнозы и смотреть за тем, как жизнь человека будет раскрываться во времени. Начать изучать прогнозирование можно, собственно, с любого метода, будь то транзиты, прогрессии или дирекции, поэтому они имеют совершенно никакого значения, какой метод вы выучите первый. Да, в большинстве астрологических программ обучения, и в моей в том числе, транзиты идут первым, потом прогрессии и дирекции, но если вы на эти курсы транзиты и прогрессии не успели, вы, во-первых, можете взять их в записи, а во-вторых, можете сразу приступить к дирекциям. То есть, вам будет абсолютно все понятно, даже если прогнозированием не занимались. Поэтому обучение дирекциям рекомендуется всем, кто уже освоил натальный анализ и готов идти дальше. Также тем, кто так или иначе может быть знаком с методом, но не хватает понимания, потому что там нужно делать много взаимосвязей, анализировать разные параметры. То есть, вот это синтетическое прогностическое мышление, развито не до конца, тоже вот курс вам закроет эти моменты. Особенно здесь будет ценно то, что у нас есть практика на картах живых людей с обратной связью, и таким образом мы можем понять, какая жизненная ситуация у человека, как там что разворачивается. Вот это очень увлекательно и наглядно. Собственно, ради одних этих только практических примеров и разборов карт можно даже приходить на курс тем, кто уже этот метод знает и просто хочет еще больше с ним попрактиковаться и обменяться опытом. Потому что я всегда делюсь своим опытом, как этот метод работает у меня в практике, рассказываю какие-то случаи, там истории из того, как я его применял. И, конечно же, я делаю во всех своих курсах упор на то, что вы потом будете это применять на практике, консультировать. И поэтому я рассказываю еще и о том, как этот метод использую в контексте консультирования, прогнозирования. Потому что мало просто выучить метод, мало научиться видеть события. Нужно потом понимать, как с этим методом и, собственно, с прогнозированием работать с реальными людьми. Потому что здесь есть тоже определенные особенности. И эти особенности как раз-таки они в большинстве своем выводятся из практики. Это такая тема, которая освещена недостаточно. И этой информации часто не хватает. И вот опять же, да, и по своему опыту, и по опыту коллег, я понимаю, что большинство людей приходило к этому самостоятельно. Просто практикуя, практикуя, консультируя, консультируя, что и правильно. Тем не менее, я в свою очередь готов поделиться этим опытом и вам будет облегчить прогнозирование. То есть сказать, с какими случаями, ситуациями вы будете сталкиваться именно на консультации. Моя задача сформировать как раз-таки профессиональных астрологов и передать качественные знания. Таким образом, мы будем с вами работать над становлением или развитием мышления астролога-прогнозиста, что является, в общем-то, ключевым навыком в профессии. Помимо освоения самого метода, на курсе вы научитесь делать трактовки, видеть события, разбираться в параметрах, выделять нужные вам и видеть, какие, допустим, показатели отвечают за одно событие, какие к нему не относятся, потому что параметров очень много. И я вижу эту ситуацию у учеников, когда они начинают путаться и, например, все в кучу относить к одному событию. Вот мы будем как раз-таки разбираться, наводить порядок в прогнозировании, да, то есть как брать то, что нужно для того, чтобы увидеть это событие и как, соответственно, не перепутать это с другими параметрами. Это тоже отдельный такой навык, конечно, который обязательно нужно освоить. В дирекции очень много говорят о жизненных событиях. В первую очередь я смотрю именно этот метод, когда мне нужно увидеть основные события, такие как какие-то карьерные достижения, достижения по бизнесу, переезды, брак, детей. Ну, в общем, все самое главное, что происходит у людей в жизни. Как раз-таки я открываю дирекции и когда я делаю ректификацию, это первый метод, с которого я начинаю. В то же время дирекции могут показывать психологическое состояние, не хуже, чем прогрессии. И иногда, когда, допустим, какой-то аспект в дирекциях не приводит к событийности как таковой, но он дает, допустим, на два года достаточно сильный психологический план или изменение каких-то внутренних состояний, трендов и тенденций. И поэтому, чтобы понять, что происходит с человеком в моменте консультации или с вами вот в текущем моменте в вашей жизни, конечно же, с дирекцией тоже нужно посмотреть. Часто так бывает, что и внутреннее психологическое состояние они вам покажут. В своем обучении я делаю упор на основные ценности, которые я здесь постоянно на канале рассказываю. Я надеюсь, что вы их уже запомнили. Это гуманизм, в первую очередь, и адекватность. Также я уделяю большое внимание качественной селекции материалов. Я выбираю лучшее. Также во время курса вы всегда получите качественную обратную связь от меня, преподавателя, и нашего куратора Елены. Структуру курса уже традиционной для моих учеников. Для тех, кто в первый раз расскажу, курс рассчитан на один месяц, четыре занятия по субботам продолжительностью два с половиной часа, начинаем мы в 10 часов по московскому времени. И вот через субботу подряд мы будем заниматься. В программе на занятии один мы изучим суть метода, на занятии два мы поговорим о элементах дирекции и их активности. Занятие три полностью посвящено интерпретации, как, собственно, делать выводы и давать трактовки. А на четвертом занятии мы уже целостно, всеобъемлюще подходим к теме, анализ дирекций, мы работаем уже с событийностью, сводим все показатели воедино. На курсе мы будем рассматривать людей из окружения учеников, с их предварительного согласия, конечно же, анонимно. Таким образом, ученики нам могут, тех карт, которые они предоставили, давать информацию о том, как обстоят дела в их жизни, и таким образом мы пусть опосредованно, но получаем обратную связь. А вот на домашних заданиях вы будете смотреть дирекции уже по своей карте на 2024 год. Сами домашние задания, кстати, оформлены в виде удобной рабочей тетради, воркбука, где очень удобно и структурно делать домашние задания. Таким образом, вы будете одновременно изучать метод и видеть, как он работает на картах других людей на занятиях, и непосредственно применять его на своей карте, делать себе консультацию по прогнозированию в домашних занятиях. То есть здесь мы подходим со всех сторон. Сами занятия проходят по субботам в 10 часов по московскому времени. Первое занятие 24 февраля, дальше 2, 9 и 16 марта. Как я говорил ранее, для участия вам потребуется знание основ астрологии, натального анализа. Но если вдруг какие-то моменты вам остались еще неизвестны, есть пробелы в знаниях, ничего страшного, вы можете все равно присоединиться к курсу. Я подскажу вам, как лучше закрыть эти пробелы. Всем участникам, закончившим курс, выдаются сертификат двух видов в зависимости от тарифа. А тарифы остаются у меня неизменными на всех курсах. Давайте я еще раз о них расскажу. Первый тариф — это Меркурий, базовый тариф, который включает в себя лекции и телеграм-чат участников. Здесь хочется отдельно сказать о нашем замечательном телеграм-чате, где мы общаемся, обмениваемся мнениями. Я отвечаю на все ваши вопросы, и иногда там можно собирать в аудиосообщениях от меня еще на одну целую лекцию. Поэтому чат несет большую ценность и пользу. Количество мест на тариф Меркурий не ограничено. Следующий тариф — Юпитер. Он включает в себя лекции, телеграм-чат участников, проверка домашних заданий кураторам и бонусную запись одной встречи мастер-группы с разбором двух карт на тему реализации отношений. На данном тарифе всего 10 мест. Следующий тариф — Уран, высшая планета, соответственно, максимальные опции. Здесь также лекции, телеграм-чат участников, проверка домашнего задания мною лично и также одно индивидуальное занятие после курса опять же со мной, где мы с вами на протяжении часа будем разбирать еще какую-то карту, которую вы предложите, будем по ней прогнозировать. Тем самым вы сможете закрепить свои знания и пообщаться со мной непосредственно, задать интересующие вопросы и получить помощь и поддержку в вашем становлении на пути астролога-прогнозиста. И также на этом тарифе предусмотрен бонус — 4 записи со встреч мастер-группы с разбором целых 8 карт. На данном тарифе всего 5 мест. Во время курса смена тарифа не предусмотрена. Если вы чувствуете резонанс со мной, с моим подходом, чувствуете, что пора серьезно заняться изучением прогнозирования, вас манит и привлекает эта тема, для записи пишите по первой ссылке по этим видео, записывайтесь, задавайте вопросы, если они у вас есть, и до встречи на обучении.